Всем привет, меня зовут Ольга, я тружусь в такси. Надо снять маску, да, а то я весь день в маске, в перчатках. А на мне не просто так, кепочка волонтёр Москвы. Многие подписчики новые пришли, я вам очень благодарна. Знаете, я когда читаю все комментарии у Елены и у тебя, я такая представляю, я сижу или стою где-то, а ко мне подходят люди, такая очередь такая стоит, или такая толпа людей, и все меня обнимают по очереди, я плачу, и всем говорю спасибо. И вот представьте, что все мы собрались, и всем я лично и обнимаю каждого, и говорю спасибо, это так трогательно, столько слов я правда не ожидала. Я думала, ну выйдет какая-то каша, потому что я на самом деле на видео там зажалась так, не знаю почему, ну вообще я пришла туда рассказать, как я, ну про варю, про ещё что-то, так как я вот вообще в итоге раньше боялась просто в машине ездить, а потом стала сама ездить за рулём, как вот этот путь прошла. Ну, вышло как вышло, мне тоже очень нравится, очень дрогательное видео получилось. На самом деле, и каждому отдельное спасибо, всех обнимаю, столько тепла, мне никогда столько слов не говорили. Это как, знаете, привезли КАМАЗ пряников, вывалили, и ещё подвозят, подвозят всяких таких вот слов. Это как, ну даже больше, чем какие-то пряники, это необъяснимо. Я не знаю, я надеюсь, вы понимаете, о чём вы говорите. Я всех, каждого обнимаю, спасибо большое. И вот, кто может помнить, видео сначала вышло у Елены трейлер, потом его удалили, мне написали, что видео не будет, и вот в майские праздники пишут, Оль, видео будет, трейлер выгрузили, послушайте. Я всю ночь не спала, блин, читала комментарии, на следующий день, вчера я шла волонтёрить, я два часа поспала, потом думаю потаксовать. Нет, меня не хватило уже потом потаксовать. Я так устала, на таком состоянии была, я поспала, и сейчас я вот хочу потаксовать, потому что у меня в кармане 8 рублей. Мне, кстати, кто-то скинул 200 рублей. Так, спасибо большое, потому что я эти дни волонтёрством занималась, и, соответственно, потратилась. И вот кто-то на эти 200 рублей я сегодня себе покушать купила кофе. Ну, там кормили, конечно. Так, суть в том, что сначала я начала волонтёр... Ну, узнала про волонтёрство ещё раньше, в прошлом году. Потом написала у себя в Инстаграме, я волонтёр, мне начали какие-то там, ну, разные люди писать. Смотри, а не хочешь там по волонтёре, там. Потом узнала про волонтёрство ещё Москвы, ну, я, в принципе, знала про тот штаб ещё с прошлого года. Потом они сказали, что они каждый год устраивают встречи ветеранов. Когда-то Путин, когда было 70 лет Москвы, точнее, Путин издал указ, что встретить ветеранов, ну, пригласить им билеты туда-обратно, гостиницу оплатить, и многие ветераны прилетели. А на следующий год они тоже подумали, что тоже можно, и прилетели, но их уже никто не встретил. И, не знаю, начались ведь волонтёры уже. Все сплотились там, какие-то службы, я уже не помню, вот так на обучении рассказывали. И так же встречают. И вот теперь традиция, блин, кепка такая слехала просто, это. И хочу её снимать, потому что там уже всё запеклось, ну, не очень будет красиво. А пока вот с пылу жару, очень хочется вам рассказать, на самом деле. И вот так, как говорится, каждый год сейчас, там, 6 по 12 число, волонтёры встречают ветеранов Великой Отечественной войны, не только ветеранов. Детей блокады, разных уздиков там ещё, ну, там какой-то список. Я даже сейчас не скажу вам. Ну, вот мы встречали. Вчера я была во Внуково, и мы смотрели, как люди друг друга встречают. Даже на видео сняла. А вот сегодня на вокзале было попроще, потому что там сказали, вот такого-то поезда, там, из другого поезда будут ветераны. И мы вот конкретно шли к какому-то поезду, к такому-то вагону, шли и встречали. Блин, да хватит, кепка. Так, наверное, быстро всё сумбурно рассказала, это не передать. Я повыкладываю, что я немножко истории от ветерана позаписала для истории своей, вообще себе на память, но я надеюсь, вам понравится. Когда 96-летний дедушка, а выглядит так, прям живчик, он рассказывал. Я зарядку всё время делаю, такую молодость, фотографии показывала, какие он был. Мне так интересно было вообще, это просто, чтобы прикасываться, как говорится, к этому всему, я сначала прошла обучение, потом сдала ПЦР-тест, ну, естественно, он должен быть отрицательный. И вот два дня, я думаю, всё, мне хватит, простите, пожалуйста, но это тяжело на самом деле, потому что мне как бы работать надо и свои личные дела решать, и, ну, короче, хорошо понемножку это... На самом деле, в основном ты сидишь, ничего не делаешь и ждёшь. Мы уже, говорю, сидели там, просто смотрели, как люди встречают друг друга, это как бы это, я уже нашла картинку, на вокзалах больше объятий видишь. Это, ну, такое место, блин, так классно, короче, бы вообще провели время с ума с вами. Вот наши завтраки, с целью с индейкой. А третий этаж, такой элитный этаж, считается, во Внуково, я её, кстати, первый раз здесь... Здесь есть капсулы... Сейчас. Схема, лего. Блин, кайф. Первый раз вблизи стою с такими... Прикольно. Надо попробовать поспать там. Да? Наш штаб на бутылке. И куча воды. Да, синяшка вода интересует? Циняка договорная. Договоримся. Да. Волонтёр Москвы. Штаб. До встречи ветерана. Вот мы сидим и ждём маму вот этой семьи. И думаем, какая мама. А вообще так интересно за потоком наблюдать. Как люди обнимаются, встречаются, цветы дарят с табличками. Ну вот это самое интересное пока. И вот думаем, какая мама у них. На стиле или такая же спортивно. Реакция бесценна. Смотрите, посмотрите. Блин, сейчас как они её встретили с шариками. Это бесценно. Ой, так мило. Последний день. Меньше года назад трусили. Дома-то блины. Ну да. Готовили же? Ну и такой момент появился, когда танк сгорел уже, а мы ждём, пока на заводах построят нам танк. Пока занимались. Ну и значит, у меня мысль появилась, а чё там дополнительный паёк офицерам положен был. Там сливочное масло было в этом пайке, значит. Я говорю, ну что, ребята, может быть, блины мы сейчас тут организуем. Муки взяли, вода есть, сливочное масло есть. Ну, хозяйки взяли этот, как он называется-то, на чём жарят-то? Сковородку. А? Сковородку. Вот, взяли кастрюлю большую, размешали, всё готово. После этого сливочное масло на сковородку и туда бросаем это тесто. Проверяем. Чё-то нет блинов-то, не готовится у нас блин-то. Горит уже, сливочное масло горит, а блины никак не получаются у нас. Какого-то компонента... Не хватает, да? Мы не хватало, мы его не сдали. Так что... Не получились блины, да? После этого разлили пожиже тесто. А-а-а. Вторично. Думаем, тонким слоем на эту сковородку. Масло после этого. Ну, никак опять блины не получаются. Так блинов мы и не подели. А не поняли, почему, да? А чёрт его знает, почему. А первый раз что-то слишком толсто нанесли? Ничего. И густое, и жидкое. Ничего не получило. Оказывается, блины тоже просто так не готовятся. Значит, до армии колбасу пробовал два раза. Первый раз, когда... А какую колбасу, варёную или копчёную? Значит, первый раз с отцом отец меня взял на ярмарку. Я ещё в школе не учился. Ну, они там выпивали в чайной. А закуска у них там чайная колбаса была. Поэтому мне кусочек тоже... Перепал, да? Колбасы перепало. Второй раз друг меня угостил. А у него там брат приехал в гости. С Ленинграда привёз тоже. Всё, больше колбасу её до армии не пробовал. Ну да. Но самое интересное. В 45-м году, 19-го января, после трёх суток боёв, освободили город Краков. Угу. Большой город. Краковская колбаса. Ну, я трое суток эти не спал всё время в городе. Участвовал бы я. Ну, заснул. Меня будет. Я проснулся, но глаза ещё не открыл, значит. А чувствую какой-то интересный запах чувствую. Нос тут для чего предназначил. Ну да. А когда открыл глаза, ответственные запитания, сержант в моём экипаже, на руке вот здесь держит пять колёс колбасы Краковской. Командир первый. Беру этот круг, снимаю. А затем все остальные. Берём. Не чистившись сразу. Раз. 15 минут и нет колбасы. Но Краковской. Наверное, на всю жизнь запомнили, да? Получается. Ну, запомнил, вот. Учеником 10-го класса был призван в Красную армию и направлен в первое Горьковское танковое училище. Одиннадцать месяцев обучался. 27 сентября 43-го года кончил училище. Отлично. Присвоено звание младший лейтенант. Танки получали в Нижнем Новгороде, на заводе. Тоже. А вы сами пошли, да? Ну, вызвались добровольно или как-то... Ну, добровольно-принудительном порядке или добровольно пошли? Принудительного на войне ничего не было. Сами шли, да? Обязательное было. Добровольное и обязательное. А-а-а, спасибо. То есть я призывался как положено А, по армии, да? То, что вам рассказывают тут добровольцы, все это чепуха моим, девочки. Я буду знать, спасибо. Да, всех призывали в армию. А добровольцы и другой этой добровольцем в военкомат пришел, когда тебя по повестке уже вызвали. Вот тут можно назвать, что ты доброволец в военкомат прибыл. В армию шли по закону. Ну, так же, да? Да, сначала оформляли документы, после этого в армию. Так что тут это... Тут много фотографий-то в армию. А тут где-то... Передступлением в партию. Вот это фотография февраль 45-го года на войне. Это тоже когда-то там тоже было дело. Николай Николаевич, А можно ваше удостоверение посмотреть? У вас есть участника войны? Да. Инвалида войны у меня. Вот. Вот я, видите, лейтенант. Это мои подчиненные. Вот это Алексей Виноградов, это Малов Леша. Всех помните, да? Мои подчиненные. Я говорю, всех помните, да? Конечно. Ребята, всем пока-пока. Я всех обнимаю. Целую. Спасибо вам за просмотры, за лайки, за вашу отдачу, комментарии. У меня канал оживился. Вы в него вдохнули жизнь. Я все думаю, ну я так простраивалась в последнее время. Думала, наверное, что-то неинтересно. Вообще, классно. Стараюсь. Буду, правда, стараться. по оживлению снимать. Предлагайте идеи, что вам вообще интересно, хотелось бы увидеть на канале. Я вообще до этого предлагала. Ребят, пишите истории, рассказывайте, я буду интересно озвучивать, что у вас такого интересного в такси проезжать ходил. У меня вот, например, один раз подруга подругу замуж за таксиста как-то выдала. Всем пока-пока. Подписывайтесь. Пока.